почему мне бог открыл такой момент почему люди не получает исцеление или люди не получать детей потому что мы дам и тело мы живем в трехмерном пространстве но ребенок приходит от бога то есть нам надо мысленно молитвенно ты хоть плотно и бесплотно неважно потому что мне нет времени сейчас это по библии все показывать но когда выйдет все бесплотно через четырехмерного пространства получили если именно ребенок приходит от бога это семья и потому что мы не кусок мяса мы дух душа и тело поэтому когда у тебя что-то не получать а не смотри на тебя вот я не на тело надо именно обращать все в твои взоры на бога когда бог пошлет тебя ребенка как она посылал тогда пошлет все необходимое исцеление чтобы этот ребенок там мог образоваться как надо поэтому никогда не молись трехмерном пространстве а исцеление всегда молись в четырехмерном пространстве именно потому что мы не только мы дух душа и тело приготавливайся мы сейчас быстро мысленно будем идти к трон божий и оттуда у бог с богом должны иметь аудиенция во имя иисуса христа ефесянам 256 мы посажены в нем на небесах в иисусе не сзади не сбоку а в иисусе да потому что некоторые сбоку бросать некоторые учения сзади нет именно в иисусе амин и сейчас давай повторяй со мной дорогой иисус я еще раз каюсь что я может и сомневалась именно усомневался именно я думал может и никогда у меня не будут детей я каюсь господь я сейчас прямо сейчас перехожу прихожу перед тобой именно на основании ефесянам 256 я с иисусом христом посажена небесах на небесах именно у господа в господи господи я сейчас общаюсь с тобой именно в твоем троне у твоего трона господь я прошу тебя у тебя ребенка я прошу тебя дай мне ребенка во имя иисуса я прошу тебя господь я прошу тебя пусть это чудо придет именно с твоего четырехмерного пространства в трехмерное пространство с твоего трона на мою жизнь во имя иисуса христа физически также скажи господь может у меня какие-то болезни онкология господи я хочу исцеление именно с твоего трона во имя иисуса христа сделать так руками я принимаю мою исцеление как я не могу понять подними руки и подними руки для твоего будущего ребенка какая бы не было более скажи я просто бросаю вон во имя иисуса я вхожу святой святым через кровь агонца именем иисуса христа я стою утром бога и господь я принимаю свое исцеление я принимаю свое чудо господи я принимаю я знаю что этот марафон марафон чудес марафон знамения и прямо сейчас я принимаю своего чуда я принимаю своего ребенка во имя иисуса христа аллилуйя 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 слава господи небеса ликует потому что мы приносим поклонение небес поклонение небес достигайте любви достигайте вот этого пребывания в присутствии божьим то что произошло когда а бесплодная анна молилась при при священнике или ее дух достиг бога и и смирение и плоды и и правды дали величайшего пророка можно я скажу когда или подошел говорит будет у тебя ребенок на самом деле я хочу сейчас убрать эти персонажи посмотрите она именно через священника с богом встречу именно втором боже он священник это представить это был про образ бога и бог дал понимаете то есть ответ и то же самое мы сейчас делали именно у трона божий и бог дает ответ это не я это не она здесь есть еще такой чудесный момент который меня завораживает я вижу что эти жены эти отцы которые молились об этом ребенке они сами трансформировались в этой молитве они достигали небес и вот этот ребенок долгожданный это был всегда ребенок обетования это был могущественный ребенок друзья если у вас есть препятствие это могущественный наследник идет вашу жизнь наследница дочь да и я хочу сказать что приходит множество нужд ольга я вижу обращение против духа онкологии когда боятся возвращение болезни вы можете пересматривать этот эфир через youtube через facebook через все соцсети вы можете смотреть через сайт тбн онлайн драгоценные все медиа ресурсы все медиа возможности мы задействовали чтобы это помазание могло течь вашу жизнь и пожалуйста мы передаем эту эстафету молитвы прорыва благословения рождества чудес нашим любимым друзьям санкт-петербурге нашим братьям и будьте благословенны это марафон чудес телеканалом тбн и завтра будет еще один день хочешь проповедовать евангелие мы верим что если каждый человек совершит хотя бы одно доброе дело мир вокруг преобразится участвуй в благотворительных программах тбн стань настоящим проповедником евангелия прямо сейчас